Фаллаут Лондон И бесплатно же доступен для скачивания всем желающим. Для современной игровой индустрии это воистину удивительная история. Сегодня мы поговорим про сюжет игры, её персонажей, непосредственно геймплей и, конечно, техническую составляющую, которая одновременно является и главной проблемой проекта. Кстати, игру мы прошли, потратив на её, на самом деле, весьма беглое прохождение порядка 60 часов. И даже не заходили при этом в целые районы. Так что можем с уверенностью сказать, что контента тут очень и очень много. Но не будем затягивать, погнали. Так как никаких убежищ в Лондоне нет, всё начинается в таинственной подземной лаборатории. Мы приходим в себя в каком-то чане под бдительным взором двух зловещих учёных. И быть бы нам лабораторной крысой и дальше, как вдруг в комплекс врываются местные острые козырьки, расстреливают яйцеголовых и случайно выпускают на волю главного героя или героиню. Мы же не упускаем этой возможности и под шумок сбегаем из лаборатории, чтобы впоследствии выяснить тайну своего происхождения, докопаться до корней правительственного заговора, раскрыть суть экспериментов в подземных комплексах и сделать много чего ещё. Антагонистом же выступает некий Мистер Смайт, эдакий бондовский суперзлодей, которому для полноты образа не хватает разве что ангорского кота. Поначалу сюжет может показаться довольно примитивным, но впоследствии набирает обороты, в результате чего следить за ним становится крайне интересно. Игра неплохо написана и очень хорошо срежиссирована. Наверное, ни один фанатский мод такого уровня нарратива раньше не показывал. Более того, основная сюжетная линия здесь довольно тесно переплетена с массой побочных квестов и так или иначе соприкасается практически со всеми представленными фракциями. То есть сделано это куда более элегантно, чем обычно бывает у Тодда Говарда. В процессе прохождения мы обязательно познакомимся и с живущими где-то под темзой рыболюдьми, и с солдатами британской короны, которых здесь называют Томми, и с прочими организациями. Концовок в игре несколько, причем все они связаны с основными фракциями, доступ к которым также открывается уже ближе к финалу. Каждая из них имеет длинную цепочку квестов и, по большому счету, исключает прочее. Выбирать предстоит из загадочной вестминстерской организации ангелов, тайно правящих городом, нигилистов из пятой колонны и камелота. Мы примкнули именно к последнему, так как эта фракция показалась нам наиболее интересной и правильной в плане конечных целей. Ведь у них натурально есть круглый стол, рыцарские постапокалиптические доспехи и благое желание вырвать Лондон из лап правящего олигархата. И вот каждая из этих группировок дает тебе действительно уникальный опыт. А ведь в игре есть еще и масса более мелких фракций, к которым тоже можно присоединяться, просто выполняя их квесты. Одна из них где-то на сороковом часу игры даже выделила нам собственный дом. Еще тут есть гигантская сюжетная линия про уличные разборки между бандой острых козырьков, называемых бродягами, и синдикатом, крупной мафиозной группировкой. Разгоняется история тут, конечно, долго, зато под занавес дарят действительно сильные эмоции. И, надо сказать, довольно непростой выбор. А если игра задевает за живое и вызывает такие чувства, то она, очевидно, сделана как надо. Впрочем, в определенных моментах неопытность разработчиков все-таки чувствуется. Так, некоторые задания в игре, ну, очень неочевидны, из-за чего в них тебе попросту непонятно, что нужно делать дальше. Вот здесь тебя, например, отправляют искать ячейки синдиката, называя лишь район, из-за чего бесцельно бродить по нему нам, например, пришлось очень долго. А тут и подавно для продвижения по квесту требуется поговорить с раненым, который не будет с тобой общаться, пока ты не побеседуешь с его лечащим врачом. И вот если вы пробовали поговорить с ним до этого, то второй раз после этой беседы пытаться нажимать на него попросту не станете. Из-за этого множество людей в игре банально застревают на таких вот неочевидных моментах, а потом идут искать ответы на форумы. Там, правда, они обычно находятся довольно быстро, ведь сообщество активно играет, изучает и описывает Лондон, охотно помогая друг другу с подобными моментами. По открытому миру разработчики тоже ведут тебя довольно странно. Кругом натыканы искусственные стены из мусора или какие-то заборы, преодолеть которые нельзя. Так, видимо, нас пытаются заставить изучать город в правильной последовательности, а заодно и отгородить от слишком опасных врагов высокого уровня. На деле же, однако, обойти эти стены все равно обычно несложно, банально пройдя еще пару улиц, а высокоуровневые враги вам встретятся в любом случае. Просто маршруты от этого обычно становятся несколько длиннее. Ну а раз уж мы снова заговорили про мир, то пару слов хотелось бы добавить к нашему прошлому вердикту. Дело в том, что мы за эту неделю побродили и по более отдаленным районам города, чем тогда, в результате чего лишь утвердились во мнении, что Лондон, равно как и грамотная интеграция британской столицы во вселенную Fallout, выполнена здесь на высочайшем уровне. Так, каждый район имеет свой неповторимый стиль и колорит, при этом соответствуя своему реальному прототипу. Камелот – эдакое постапокалиптическое рыцарское королевство. Вот этот ночной клуб даст фору любому клубу Тодда Говарда из Старфилд, а Вестминстер – это вообще что-то с чем-то. Ведь этот район принадлежит аристократам, которые благодаря деньгам и связям умудрились фактически сохранить его в довоенном состоянии. В итоге здесь у нас впервые появляется возможность погулять по довоенному миру Fallout. В результате выглядит Вестминстер просто фантастически. Тут есть даже роботизированное такси, обнесенный электрическим забором Букингемский дворец, бьющий время от времени Биг Бен и полностью работающее метро. На движке Тодда Говарда! Да-да, CD Projekt Red мучились с метро годами, а работяги из Team Fallen просто взяли и сделали его. К слову, тут вообще очень много внезапных инноваций, до которых Bethesda почему-то, видимо, еще не доросла. Помимо метро, у нас есть целая миссия на движущемся поезде. Время от времени попадаются кат-сцены, а камера сама фокусируется на нужных объектах. Разработчики вообще не стесняются вводить в игру новые механики. Насы катают в красной телефонной будке по подземным комплексам и дают совершить довольно ловко выполненный и изобретательный побег из тюрьмы и вообще регулярно удивляют. Особенно нас тронули квесты соратников, которые здесь мало того, что действительно полезны, так еще и куда живее и реалистичнее, нежели плоские болванчики из той же Старфилд. Мы вот наткнулись на очень милого английского бульдога Черчилля и охотницу за сокровищами Киру. Последняя, так и подавно, оказалась крайне харизматичной и повернула все так, будто это мы сопровождаем ее, а не она нас. У нее, кстати, есть крутая, но не затянутая история, а также невероятно душевный квест по поиску похищенного из банка Англии золота, которое мы ищем в знаменитом музее естественных наук. Тут тебе и появление пафосного злодея, и классическая бро-сцена с побегом из клетки сообща, и отличные шутки. В общем, соратников тут не так уж и много, но те, что есть, великолепны. В плане геймплея нас ждет в целом классический Fallout от Bethesda, где мы постоянно отвлекаемся на исследования окрестностей, а приключения постоянно находят нас сами собой. Но есть и нюансы. Те же скилл-чеки здесь отнюдь не для галочки и частенько сильно упрощают текущие задачи. Раздражающей многих строчки диалога сарказм нет вовсе. Да и сама игра куда более сложная, злая и хардкорная, чем напоминает уже какую-нибудь Нью-Вегас. Ведь если в проектах Тодда после прокачки определенных перков и получения мощного снаряжения мы обычно становимся непобедимы, то здесь все это нужно именно для того, чтобы более-менее сравняться с врагами, которые встретятся нам в Лондоне. Зато никакого авто-левелинга противников тут нет. Все как в старые добрые времена. И вот это как раз и порождает существенные сложности на ранних этапах игры. Поначалу каждый гуль или бандит способен убить тебя с пары пуль или ударов. Зато ты урона им практически не наносишь. А еще здоровье не восстанавливается само по себе, а антиродина встречается крайне мало. Более того, первые часа полтора из оружия у вас будет только трость, да и то, если вы ее найдете. К высокоуровневым врагам тут тоже попадаешь как-то слишком уж часто. А уж если встретишь светящегося, то и подавно лучше бежать без оглядки. В итоге на среднем уровне сложности поначалу ты только и делаешь, что умираешь. Мы в итоге снизили его до очень простого, который здесь ощущается примерно как сложный из Fallout 4. И лишь потом, где-то на 20 уровне, вновь вернулись к среднему. Ведь лишь тогда мы нашли какое-никакое снаряжение, укрепили его чудовищно крепким баллистическим покрытием в стиле Джона Вика и неплохо прокачали пистолеты, которые в этой игре очень сильны. И вот только тогда мы поняли, что наконец играем на задуманной авторами сложности. Ведь геймплей действительно стал нормальным. При этом перекачанными мы не чувствовали себя ни разу до самого финала, даже когда получили лучший Fallout London пистолет с глушителем с огромным уроном и максимально прокачали незаметность. То есть, в отличие от игр Тодда, баланс здесь рассчитан именно на высокоуровневую игру, а автолевелинг противников отключён, из-за чего поначалу игра идёт ну очень тяжело. И вот мы наконец дошли до самой печальной части этого материала, технической составляющей. Она здесь, увы, чудовищна. Даже после выпущенного недавно разработчиками Hotfix'а. Тим Фоллан обещает править своё детище патчами аж до нового года, но не факт, что даже за это время успеет справиться со всем. У команды, видимо, вообще не было тестеров, ведь фидбэк по ошибкам у них собирается уже на форумах и после официального релиза. А ошибок тут очень и очень много. Причём сказать, что они мешают наслаждаться этой без сомнения прекрасной игрой, это не сказать ничего. Во-первых, хотелось бы отметить невероятно долгие загрузки даже на топовых машинах. Причём это касается вообще всех загрузок. Долго длятся первые загрузки после запуска, загрузки перехода в другую локацию, загрузки входа и выхода из помещения, то есть вообще все загрузки. Всё усугубляет ещё и то, что некоторые квесты требуют многократного быстрого перемещения и входа-выхода из дома. В итоге в такие моменты игра начинает включать в себя куда больше загрузок, чем, собственно, геймплея. Дело ещё и в том, что многие районы тут отдельные локации, куда тоже нужно загружаться. Представьте, что вам надо поговорить с человеком внутри дома в середине одного района, а затем вернуться в другой дом на краю общей карты. И вот такое действие включает в себя аж восемь загрузок, что при подобной их длительности, нестерпимая мука и ленивое параллельное листание новостей в телефоне. А ведь таких квестов с перемещениями туда-сюда тут хватает. Во-вторых, пострадала стабильность, которая здесь также оставляет желать лучшего. Игра очень любит как вылетать на рабочий стол с ошибкой, так и пожирать всю доступную память ПК, а затем продлевать очередную загрузку на неопределённый срок, входя в какой-то бесконечный цикл. После ошибки, кстати, клиент надо периодически убивать вручную через диспетчер задач, так как если этого не сделать, будет ещё хуже. Причём игра может не вылететь ни разу и за два часа, а потом с лёгкостью порадовать вас десятком сообщений об ошибках всего за 10 минут. А ведь после вылетов нас каждый раз встречают ещё и эти ужасные загрузки. Словом, подпортить впечатление подобное может изрядно. Хуже того, некоторые квесты здесь тоже намертво софт лочатся. Нужный персонаж, который должен куда-то пойти, может просто стоять на месте, и ничего вы с этим не сделаете. Либо не срабатывает какой-то другой скрипт, из-за чего пройти дальше вы всё равно не можете. А учитывая, какие неочевидные тут зачастую задания, порой ты просто не понимаешь, эта игра повисла, либо ты просто чего-то не сделал. И вот такого тут тоже довольно много, включая, кстати, и сюжетные задания. Благо, у проекта очень крутое сообщество, благодаря чему устранение описанных софт локов с помощью форумов и интернета обычно происходит довольно быстро. Ведь многие там уже сталкивались с такими же проблемами и подробно описывали решения, которые чаще всего заключаются в активации следующего этапа квеста через консоль. Вообще, консоль здесь станет вашим лучшим другом, ведь многие вещи, увы, пройти пока можно лишь с её помощью. Однажды нам так и подавно перекрыли квестовый проход какой-то непроходимой невидимой стеной, где помогла лишь команда отключения коллизии. Словом, на текущем этапе готовности игры использование консольных команд не должно быть для вас чем-то зазорным. Благо, решение практически каждой проблемы без труда находится на Reddit. Fallout London — удивительный проект. Да ещё и такого качества, которое явно не ждёшь от мододелов-любителей. Тут есть уникальные механики, которых не было у Тодда, есть фантастически детализированный и аутентичный постапокалиптический Лондон, и есть возможность прогуляться по, считай, довоенному миру этой вселенной. Квесты — отличные, исследования — интересные, нарратив довольно глубокий, местами смешной, а местами драматичный. Да и компаньоны — просто золото. Игровой процесс может оттолкнуть слишком высокой сложностью в начале, но и он более-менее выравнивается по мере прокачки. Словом, проект воспринимается не как мод, но как полноценная новая часть Fallout, да ещё и с жирнющим куском нового, но очень складного и гармонично вплетённого во вселенную лора. На другой же чаше весов лежит техническая составляющая, с душащими тебя бесконечными загрузками, вылетами и неработающими скриптами. Всё это может и очень даже способно существенно испортить впечатление от этой, без сомнения, выдающейся работы. Строительство поселений выглядит рудиментарным, а много где и подавно сломано. Ну и не особо очевидные квесты расследования также сложно назвать приятными. Кого-то же наверняка оттолкнёт и процесс установки вкупе с отсутствием официального русского перевода. Словом, у Fallout London хватает серьёзных огрехов. Однако ни один из них нельзя назвать непоправимым. Поэтому мы будем надеяться, что установку упростят, фанаты внятно переведут игру, а разработчики починят её обещанными патчами. Ведь нам бы очень хотелось, чтобы опробовать её смогло как можно больше людей, так как для любого поклонника Fallout это на самом деле. настоящий подарок. И это не метафора, ведь проект бесплатен. Ну а Team Fallen мы поздравляем с мощным дебютом и желаем им окончательно оформиться в виде крепкой инди-студии, чтобы в дальнейшем радовать нас уже полностью собственными проектами. А на этом сегодня всё. Пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...